Олимпийская надежда России. Здесь юные спортсмены со всего региона. Сотни мальчишек и девчонок на отлично сдали нормативы ГТО в своих районах. И теперь хотят показать силы на областном этапе. Лучшие представят нашу область на всероссийских соревнованиях ГТО. Мы уверены в том, что команда Липецкой области будет достаточно сильна, достойно выступит на финале, но для этого надо будет достаточно серьезно поработать. Поэтому сегодня мы проводим этапы, где мы определяем сильнейших. Разминка рук и проверка обуви перед ответственным прыжком. Александр Зиборов готовится к сдаче нормативы ГТО по прыжкам в длину с места. Команда судьи и спортсмен уже на старте. Результат для 11-летнего мальчика отличный. Золотой знак ГТО дается при показателе в 1 метр 75 сантиметров. Александр не только побил личный рекорд, но и приятно удивил судей. Я думаю, надо держать осанку, потом быть сильным и быть здоровым. Пока одни сдавали бег и прыжки в длину, другие показывали свои умения в метании мяча. На первый взгляд это простая задача – бросить мяч как можно дальше. Но юным спортсменам приходится приложить массу усилий, чтобы результат получился поистине олимпийский. Мы стараемся побить рекорды, выйти в сборную Липецк. Это влияет на здоровье. Мы участвуем, становимся крепче, сильнее. Побождаем. Вторая часть соревнований пройдет в Левинском районе. Там же подведут итоги и станет ясно, кто представит наш регион на всероссийских соревнованиях в третьей и четвертой ступени комплекса ГТО. Ольга Родина, Дмитрий Кузнецов, Липецкое время.